Йоу, привет! В этом новогоднем влоге я покажу свои обыкновенные будни, в которые я ходила на каток, покупала и упаковывала подарки, готовила, болтала о книгах и другое. Но скажу по секрету, что вся самая крутая движуха приходится на вторую половину видео. Приятного просмотра! Привет! Сейчас около часа ночи, я засняла для вас видеоролик, сейчас, наверное, буду заниматься монтажом. У меня холодна режима, прям всё очень плохо. Я сплю днём, а ночью нет. Ночью я снимаю видео и поедаю мандарины. Сейчас очень важная информация, очень важная, клянусь, если вы обожаете мандарины, вы, скорее всего, скажете мне спасибо. Короче, лайфхак, как покупать всегда сладкие и вкусные мандарины. Вы должны нащупать мандаринку в магазине, которая будет очень мягкой, и она должна быть настолько мягкой, чтобы у вас создалось ощущение, что вот эта вот кожура отошла от самой мандарины, и мандаринка в ней как в чехле. Я надеюсь, что вы меня понимаете. Типа, знаете, есть такие мандарины, которые очень плотные, и их сложно чистить. Вот эти же очень легко чистить, очень легко. И вот эти вот мандаринки, которые очень мягкие, которые легко чистятся, они практически всегда сладкие и вкусные. Вот я прям стою в магазине и прям щупаю их без стеснения, и советую вам делать то же самое. Вот, видите, прям мягкое-примягкое. Вот если начинать чистить, то есть тут, ну прям шкурка, она прям сама отходит. Это моя ёлка, и какие-то попытки создать новогодний фон. Кстати, как создаётся этот фон вот с этими подсветками? Во-первых, закатная лампа, здесь разные режимы. Ну и помимо этой лампы ещё и кольцевая лампа с разными режимами. Это вот всё то, что я обозревала как раз в видео с покупочками с Wildberries, можете перейти посмотреть, видео уже по-любому на канале. Мне сейчас надо прибраться, и это вот этот вот бардак каждый раз у меня после макияжа, который я делаю для видео. И не знаю, в чём проблема, просто сразу класть все продукты на своё место. Может быть, я пытаюсь сэкономить время, хотя в чём смысл, если потом я трачу время на то, чтобы всё это убрать. А сейчас мне ещё нужно отснять кадры с товарами, и после я приступлю к монтажу. На следующий день у меня была тренировка, но я ничего не засняла, но вечером потом снова пошла на каток. На улице минус тридцатка, я иду на каток. Но каток был закрыт, поэтому я просто пошла, я купила опять мандарины и пошла домой. Но на следующий день приехала на другой. Вижу цель, не вижу преград, как говорится. Меня разбирает от радости, что я приехала на каток. Это было просто великолепно. Всё, мне для счастья больше не нужно ничего. Просто мои любимые коньки. Сейчас, короче, есть вариант поехать на автобусе, либо идти пешком. Но пешком идти минут тридцать. На улице минус тридцать. В целом, знаете, такое настроение, хочется погулять, подумать о жизни. Для послушать музыку. Ладно, сейчас подумаю, сейчас подумаю. Короче, в жопу прогулку я окоченею сейчас. Без нала нет, перевода нет, клиентов нет. Ну что вы думаете, я опять была на катке. Так и на этот раз не час лишнего, всего минут 15 вроде бы. Дома есть дела, знаете, не надо котлеты не пить вообще, для детей кормить. Шесть утра. Куда я проснулась так рано, а я и не засыпала. Взрослая жизнь это вот это. Сушилка стоит уже три дня. Мне не лень, я просто про неё забываю. А вот сейчас возник вопросик. Как можно забыть про сушилку, которая стоит в единственной комнате твоей квартиры? О, боже. Что-то поясница болит, пипец. Наверное, потому что я тащила этот тяжелёщий рюкзак с продуктами и ещё и с коньками в придачу. Кайф. Обзор покупачек. Мюсли, точнее мюсли и гранола запечённые вместе. Это самая вкусная гранола и мюсли, которую я когда-либо ела. Я уже раз в третий покупаю эту пачечку. На самом деле, вот эта штука довольно калорийная. 350 калорий на 100 грамм. Нужно быть с ней поаккуратнее. Что, надо было как-то выкручиваться? Я не хотела вот так вот в друге пакет нести. И запихала всё в один рюкзак. Йогурты. Вот такие вот какие-то детские сладкие и несладкие. Как раз попробую завтра, наверное, за завтраком. Это всё дело. Мне кажется, что они будут вкусные. Конфеты. Я съела две штуки по дороге. Я такая голодная. Боже мой, бы скорее уже погреть гречечку, которую я сварила вчера. Конфеты без сахара. Они божественные. С гречкой я буду есть вот эту вот куриную филешку. Хотя я планировала лепить котлеты. Я не шутила про лепку котлет. Сегодня что-то я жёстко устала, поэтому решила не заморачиваться. И купила вот эту вот куриную филешку, которая пахнет очень вкусно. Шоколадный мусс. Очень мне полюбился он. Сыр моцарелла. Я полюбила сыр моцарелла. Хотя, когда я попробовала его первый раз, мне показалось, что это абсолютно безвкусный. Типа, в чём прикол? Но потом мой мозг почему-то начал вспоминать этот вкус. И я поняла, что я хочу опять купить этот сыр. И, конечно же, мандарины, которые я покупаю каждый день, каждый вечер. Я возвращаюсь домой и покупаю мандарины. Сегодня вечером у меня ещё тренировка опять. Хотя уже вечер. Ребята, большинству из вас в этом году сдавать ЕГЭ. Бедолаги. И, как известно, общество знания — это один из самых популярных предметов для сдачи. Потому что требуется на большинстве гуманитарных специальностей. Я уже рассказывала вам о канале Оли Вебер и хочу ещё раз её порекомендовать. На своём канале Оля проводит прямые трансляции по темам, которые нужны для экзамена. Бесплатно помогает с подготовкой к обществознанию. На канале есть видео с кратким объяснением тем. Весь материал рассказывается простым языком с примерами из реальной жизни. И для того, чтобы ваша подготовка к обществознанию была интереснее, то подписывайтесь на этот канал. Сама Оля в онлайн-образовании уже шестой год, имеет опыт преподавания в школах и в репетиторстве. В прошлом году каждый третий её ученик стал высокобальником. Поэтому переходи в описание и подписывайся, если выбрала общество знания. Давайте с вами немножко поболтаем. Итак, сегодня утром я съездила на маникюр, скажу вам по секрету, в декабре. Я собралась сэкономить на этой процедуре, потому что сейчас очень много денег ушло, уходит и сколько ещё уйдёт на подарки. Поэтому я подумала, блин, в целом у меня есть время, и я не прожила сделать себе ногти сама. Но когда я вспомнила, насколько часов это всё затягивается, бог ты мой. Потом я ещё вспомнила, как я левой рукой красила правую, с учётом того, что я правша. Я даже ходила, покупала безборосовые салфетки, купила поталь, потому что придумала там дизайн, который я хочу сделать, который могу сделать. В итоге лень всё-таки взяла вверх, и я решила потратиться и сэкономить своё время, но не сэкономить свои деньги. После маникюра я поехала в торговый центр. У меня почти все и всем подарки куплены, за исключением некоторых вещичек, которые мне нужно некоторым людям докупить. Но я хотела найти эти вещички в торговом центре, но я там ничего не нашла. Из всех магазинов этого торгового центра, в шесть этажей, я задержалась только в одном. Это в Читай-городе. Я купила одну книжечку. На самом деле, я реально там задержалась, я там где-то полчаса ходила, много стеллажей посмотрела. Сначала я стояла у стеллажа с книгами по психологии, вот эти вот, да, книга там была одна какая-то харизма, что-то там, как покорять людей, туда-сюда. Потом книга «Скажи жизни да», «Скажи жизни нет». Я не собиралась этого ничего покупать, потому что у меня есть некоторая часть книг по психологии прочитанная. Не знаю, ничего у меня этого в голове не откладывается. И там вот на этих книгах в основном написано «Эта книга делит вашу жизнь на то и после». Нет, ничего она не делит. В основном там какая-то вода водяная, ну вот как мне кажется. Нет, определенно есть хорошие книги, есть, не спорю. Но в основном это «Твои слова водиться». Потом я плавненько, значит, перехожу к стеллажам русской классики. Я даже собиралась купить «Мастерю Маргарит Булгакова». Почему я не купила её? Потому что у меня была чёткая задача найти какую-то книгу, после прочтения описания которой я с полной уверенностью пойду на кассу с ней. Вот этот вот небольшой абзац обратной стороны обложки, где описывается, что творится на страницах данной книги. Ну и книга меня должна была очень сильно завлечь этим маленьким абзацом. Я очень много этих абзацов поперечитала. Немного русской классики, но в основном я стояла у стеллажей зарубежной прозы. Я собиралась купить книгу «Гордость и предубеждение». Там про любовь, значит, неразилённую, насколько я знаю, не особо такой позитивный конец. Я очень много чего пересмотрела, наткнулась на книги Эмили Бронси. Она пишет, я так понимаю, в основном про женщин. Сколько бы книг её я ни брала, там всё было про женщин. То есть или там девушка, которая сирота, и она там выбирается в высшие слои общества. И в ещё её одной книге, которую я взяла в свои руки, остро поднимался вопрос, должна ли женщина, попавшая в руки тирана, нести на себе этот крест во имя детей и сохранение семьи. В общем, я прочитала описание этих книг. В целом мне понравилось, но опять же, что-то было не то. Я была не уверена. Я могла бы её купить, но она у меня, скорее всего, лежала, как две книги, которые у меня сейчас есть, которые лежат, которые я начинала читать. Она потом забросила, и в итоге интерес погас. Но всё равно в будущем я их обязательно прочту, потому что я в этом плане перфекционист. Я всегда дочитываю то, что начинала читать. В основном я, короче, ходила, вот эта книжка «Гордость и предубеждение», рассматривала другие, наткнулась на Рея Брэдбери. Иной задуванщиков. Прочитала описание. Довольно интересно, вот типа не банальный какой-то роман. Я люблю роман, я люблю читать про любовь. Это как бы то, на что я всегда смотрю. Как бы я никогда не против романов. И зачастую я читаю какие-то романы. Но мне захотелось чего-то более интересного, интересующего меня. И в последний момент, когда я уже собираюсь идти на кассу, я прям вот с краю полочки нахожу три книжки зарубежной прозы. Из этих трёх я вижу вот эту. 1984. Я обойду книги, а её сюжете ничего не знала. Я слышала, что есть такая книга, вот что просто есть книга с названием 1984. Я ничего не знаю про Джорджа Оруэлла, но я прочитала описание, как обычно. Я очень много описаний поперечитала, потому что я, ну, хотела найти книжку, которая прям реально зацепит меня. И в итоге, что я вижу? 1984, последний роман, который стоит в риту с ещё двумя романами, которые я не читала, поэтому как бы мне, типа, ни жарко, ни холодно от этих названий. Но третий роман, который тут в пример привели, это роман, точнее, не роман, это антиутопия Рея Брэдбери «451 градусов в Фаренгейте». Сколько раз я уже о нём рассказывала и на ютубе, и в телеграме. Рея Брэдбери не все любят, не все его понимают. У него, блин, я бы не сказала, что он пишет что-то специфичное и такое, типа, не для всех. По-моему, это очень даже для всех, потому что он освещает такие важные темы, разные жизненные ценности, которые я сама в своей голове постоянно понимаю. А тут целая книга. Господи, мне было достаточно просто увидеть его имя, Рей Брэдбери, и всё. Я бы уже купила. Конечно же, я прочитала дальше. Что будет, если в правящих кругах распространятся идеи фашизма и диктатуры? Каким станет общественный уклад, если власть потребует неуклонного подчинения? Я могу себе сказать, что я достаточно аполитична и не особо в этом шаре, но более-менее знаю, что происходит в мире, например, на данный момент времени. Хотя я думаю, что все люди на данный момент времени знают только на уровне более-менее, потому что очевидно, что нам не рассказывают абсолютно всё. Без лишних слов я просто купила эту книгу, потому что очень интересная для меня тема поднимается. Вот прям про людей. Я, кстати, стала хромая на одну ногу. Я не знаю, в чём причина. У меня не было никаких травм вроде бы. Ключевое слово вроде бы. У меня, короче, ужасно болит. Чиколотка на правой ноге. Я прям иду, я еле как доковыляла до дома. Может быть, это от коньков, потому что последние три дня я на катке провожу. У меня вообще сегодня тренировка. Ненавижу пропускать тренировки. Но что поделать? Я еле хожу. Мне просто в ботинках больно ходить, в коньках, там прыгать в планке какие-то элементы, будет вообще нереально. Сейчас я приступаю к прочтению этой книжки. Она такая тоненькая ещё. Сколько здесь страниц? 334 всего лишь. По сути, можно за три дня прочитать. Вот если затянет, меня довольно редко при прочтении книг затягивает вот на 100 страниц. Это должна быть прям подходящая обстановка, которая у меня сейчас имеется. Тихо, потому что я живу одна, куча свободного времени и никаких других насущных дел, которые гораздо важнее, чем чтение. Хотя чтение это тоже очень важно. Потому что сейчас этот мир, социальные сети, они порабощают наш мозг. Я вот зависаю в своём ТГ-канале и там что-то почу, там какие-то фотки. В инсту захожу, на ютубе постоянно отслеживаю количество подписчиков, читаю комментарии. Я понимаю, что я уже тоже начинаю зависеть от этого телефона. Я хотела провести эксперимент, типа отказаться от телефона хотя бы на три дня, вот вообще полностью. Но у меня элементарно нет часов, надо купить часы, надо увеличивать количество часов, которые я буду проводить за книгой, а не за телефоном. Надо, короче, что-то менять в этой жизни реально всем, потому что вот как раз таки Рэй Брэдбери об этом пишет. В общем и целом об этом, вот о том, что умы людей начинают проабощать. То власть, то другие разные факторы, там тот же интернет. Книги уже становятся никому не нужны, и вот мне нравится, мне вот это вот близка тема. Всё, что-то я на 16 минут забалаболилась тут. Я упаковал один подарок, получился такой кулёк, добавлю сюда ещё бантик. Короче, ребятушки, я сейчас уберусь и продолжу читать свою книжечку, а после лягу спать. Надеюсь, что всё это получится сделать хотя бы до часу ночи, потому что завтра утром у меня тренировочка, на которую я надеюсь, что смогу пойти. Вроде бы моей ноге чуть полегче, потому что я больше никуда не выходила. А пусть в тот момент, что за весь следующий день я сняла почему-то только еду, поэтому давайте же сразу переместимся во времени в вечер этого дня. Ну что ж, продолжаем упаковывать подарочки. Я сегодня ещё кое-что докупила, и по-прежнему это ещё не всё. Пока ничего не буду говорить, потому что хочу дать один полноценный отзыв. Думаю, что в следующем видосе или в Телеграме, скорее всего в видео, потому что я хочу много чего сказать, поговорим насчёт этой книжки. Ну а теперь я покажу, как упаковать подарочек в коробке в упаковочную бумагу, хотя ровно по такому же принципу можно упаковать что-то и без коробки. Сначала отмеряем нужное количество бумаги и обворачиваем коробку. Заранее подготавливаем небольшие кусочки скотча, так гораздо удобнее и быстрее упаковывается. Далее, соответственно, закрепляем этим скотчем по краям бумагу. У меня коробка не особо большая, поэтому по бокам осталось много лишней бумаги, которую я отрезаю. Затем вот таким вот образом нужно оставшиеся части согнуть. Ну и заклеить скотчем. Со второй стороны тоже самое, и всё готово. Ну и предлагаю вернуться к еде. Кстати, с трипсом от Троекурова вообще топ. С рисом, с помидорками. Балдёж неимоверный. А на следующий вечер мне приспичило посмотреть парочку своих стареньких видосов на ютубе, и вот реакция на это. Скетч! Проблемы высоких. Минусы высоких. Мой рост на 1,76. Просто я решила, что мне такое нужно снять. В этом видео мы с вами поговорим о людях, которые имеют высокий рост. Высокий и низкий рост имеют свои плюсы и минусы, но в этом видео мы с вами поговорим о минусах высокого роста. Погнали! О май! Какая обложка топовая! Я помню, я доскачала и мне так нравилось. Первый минус высокого роста это то, что ты постоянно об что-то ударяешься. Это может быть знакомо тем людям, которые имеют двухэтажные кровати, и они спят на первом этаже, и когда встают, то постоянно ударяются головой. Или же о полке, как их неважно. Самое главное, что просто голова у всех людей страдает больше всего. Больше всего. Дайте мне Оскар просто! Дайте мне Оскар! Я знаю, что мы мастер играть. Кто умеет, научите в комментариях. Кто умеет, научите в комментариях. Мне жарко стало от такого контента. Последнее, что я хочу добавить в этот влог, это информация по поводу уступительных испытаний, к которым мне надо готовиться, и люди мне некоторые пишут, типа, а что ты не готовишься? Я собираюсь поступать в спортивный вуз в Питере, но тут уже, кто шарит, нетрудно догадаться, что за вуз. Уступительные испытания в этом вузе заключаются в спортивной подготовке, в сдаче нормативов, в наборе баллов за то, как ты сдам, сколько хорошо. Я тренируюсь каждый день. Во время учебы это было просто невозможно. Собственно, вот. Спасибо за просмотр. Пока. Пока. Любишь? Люблю. Докажи. Докажу. А достанешь? Да, достану. Смогу. Солдал. Я не лгу. Ты не сможешь достать. Ты не без дотянуться. Как вишню взорвать. Я смогу. Снова лжешь. Так пойди и докажи. Но тогда мне придется отдать свою жизнь. Катай за меня. Но чтоб люди потом докажут, что я еще и готов.